Стартуя, матч номер 34, Макзор против Вондореса. Макзор побывал в нижней сетке, а вот Вондорес еще не проигрывал. Это финал, однако если Вондорес проиграет, то будет еще один матч, точно такой же. Но если он выиграет, то это будет его победа в турнире. Так, финал. Начинается Макзор против Вондореса во второй раз. Ваш первый сит. Два, один, девять, три. Готовы. Три, два, один, начали. Что ж. Джо пришел. Вондорес на свои фотки на негра похож. Да это просто контраст. Такой темный. Он не темный, он шоколадный. Загорелый, голый, потный, накачанный. Хватит в микро дышать. Да, вот так хватит. Надо чувствительность понизить. Да, кстати, шоколадный Вондор по-шоколадному сливается. Рассудслагер. Чё-то Вондор из лазерный пистолет не захотел брать с собой. Ну два лазерных пистолета. Такой. В смысле два. Вон один же взял. А. Я перепутал их. А. Блин. Капец у тебя микро. Чё дребежит. Давай я покупю. Победитель купит микро Джо. Ты не дребежи, ты в него дышишь постоянно. Ну блин. Вот опять. А если вот так? Так. Ещё хуже. А если вот так? Получше. Что-то у Максера проблемы с патронами, причём конкретные. Ничего не остаётся кроме как бежать сквозь мобов. И выживает же, а? Причём даже при том, что он промахнулся мимо оружия. Почему он так страстно хочет с двумя дребовыми пушками идти? Вообще непонятно. Сначала пропустил лазер пистол. Пошёл в джунгли. Вообще странный человек. Лазер канон. Воу. Водра чуть не взорвала. Воу. Водра чуть не взорвала. А Водра не так уж и сильно отстаёт на самом деле. Причём у него корона проклятие и это может его бустануть. Я подумал Максера гамма, а он прям внутрь гвардена зашёл. Во время заряжания лазер канон. Получилось, что он задел его этим шейком. Милишным. Гранат Райфа. Во, Максер выкинул сайменный слагер для этого. Сомнительная затея. Она, конечно, мощнее, но не всегда. Гиппер Райфа у Вондериса. Он даже не стал открывать тот прокатый сундук. Да, Вондерис очень даже догоняет. У него намного эффективнее оружие. Билды почти не отличаются. У Максера стресс его, он гранатомёт в руке держит. Очень легко можно самого себя взорвать. Очень мало патронов у Вондериса. О, он берёт Ласт Виш вместо джунглей. Вместо Ласт Виша. Ой, чё я сказал? Ласт Виш вместо Ласт Виша. Чё там было? А, Плутониум там был. На удивление... Вондерис может сейчас успеть раньше, чем Максер. Да, потому что у Максера это Райфа, который он взял непонятно для чего. В общем, именно из-за этого Максер сейчас начал проигрывать. Точнее, я бы не сказал, что он прям проигрывает, но Вондерис стал первее. Это точно. Суперфлаг в первом штабе у Вондериса. Стоп, Вондерис пропустил суперфлаг. Почему? Это очень странно. Почему он не взял суперфлаг сейчас? Портал во втором штабе до прибытия Вана. Это круто. Где Джо? Не знаю. Убежал, может быть. Вондерис стрелял с гиперайфа. Чего делать не стоит. Когда капитан стреляет. И да. Вондерис побеждает в первом раунде. Второй раунд. Второй раунд. Ваш сид. 8-7-4-7. Второй раунд. 3-2-1. Начали. Я блин. Чувствительный. Слишком. Слишком не чувствительный сделал. Слишком в щу. Слишком в щу. Да. Купите Джо новыми играми. Все нормально. Это просто дискорд такой. Его настроить можно мне. Блин. Блин. Хватит это делать. Ну. Это как позывной такой. Обычно конец связи. А у тебя фью. Фью. В конце каждого сообщения. Фью. 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 поэтому не задамаживал. О, какой-то жестокий спор. Вау. О, Вондрис смог. Сможет ли Макзор? Холба стоит, он ее пытается не разрушить. Это может стоить ему жизни. Ему помогли ее разрушить. Да, он пытался ее не трогать. Но ему надо было как раз внутрь танка забежать. Кстати, а что насчет задницы с гаммой запланты? Ну, она же после, как бы, она же добавляется под конец, так что. Да. Так что Ети без лица нельзя все равно, да, касаться. Да, но он то есть задамажит тебя, а задамажится и тут же сдохнет. Так, вот. Макзор чуть-чуть отстает. О, сикер. Что? Наркоман! У тебя вен не было. Я хотел убить хантера гаммой. Он забыл, походу, что он взрывается. Он просто встал внутрь хантера и стоял там. Надо было задеть его и уйти, как бы. Да вообще стоило ли оно того, в принципе? Не знаю. По крайней мере, это было круто. Но то, что он умер, не было круто. Ну что ж, теперь все в руках Вондереса. А сикерсон наводится на генератор в НТТ, да? Да, в НТТ, да. Все хорошо будет. Балансиршот проклятый. Эх Вондеру сейчас бы задницу под него. Да, и ультра Б. Да, и СПК в вторую руку. Да. И ГЛАНДы еще. Чтобы патронов больше становилось. Так, чтобы патроны генерировались при выстреле, а не тратились. Балансиршот единственное оружие, которым можно так делать. Не на скелете, по крайней мере. Не, ну на обычных персонажах тебе нужно очень сильно повезти, чтобы это сработало. И нужны ГЛАНДы. А на Вейбе-то можно. Я говорю про суммарные значения. То есть, понятное дело, на обычных персонажах ты так не сможешь делать. Там просто 66% превращаются, ну не знаю, в 75. Не помню, сколько там точно. А ИВ как раз за те 60% и стреляет. Получается, что с обычным оружием он вообще ничего не тратит. Та треть, которую от ультра просто снижает затраты до нуля. А с этим... Сколько он там? 7, по-моему, стреляет за 6, да? Да, 7 за 6. Не такое большое увеличение, на самом деле. Ну, если с ультра-бая шопкой, то там... Хапец, Макзер в этот раз быстрее прошел. Он миниган прошел. Опенмайнд ему дал миниган. Но поможет ли ему это? Гатлинг, Гатлинг у Вондора. Он берет его. Стоит заметить, что он автогранад использовал без вен. Вау, как он красиво вниз пошел. А вот и жопка. Только уже нету баунсера. 2 хп. Но зато сикер есть. Вот здесь жопку не надо было использовать. Это опасно было сейчас. Не те патроны взял. Надо было сикер съезжать. Озер Кэнон подолбое. Берет. Да вот два проклятых. Хотя бы на Вазер Кэнон жопка. Она там сейчас дезинтегрирует капитан. О, чуть не взорвало. Ракета сзади прилетела. Ох ты ж. Калопки прям ловнят. А, это все? Это должно быть быстро. Изнасилование капитана. Капитан просто кидает в разные стороны. Как тряпку. Как грязную, мокрую, вонючую тряпку. Обусловая. Я прям представил, вот эта вот синяя штука, это тряпка. Вандерис побеждает во втором раунде. 0-2. Третий раунд. Ваш сид. 8-6, 4-1. Итак, третий раунд. 3-2-1. Начали. Смачный звук. Джон, тебе его надо поставить на аллерг. Макзвер снова с гаммой. И жопка, кстати, тоже выпала снова вначале. О-о-о! Час отчис у него легче. Сначала Макзвер пробегал мимо собаки и вообще ее не сдевал с гаммой, да? А теперь он решил это сделать и там был ассасин прям за собакой. Да, это жестко. Че-то Макзвер вообще скатился. Макзвер уже не тот. Я ожидал, на самом деле, достойную конкуренцию. Надеюсь, что Макзвер все-таки комбатница. Иначе придется его забанить просто везде. За то, что не оправдал ожидания. Макзвер легендарный дип лупер. Когда Макзвер был в последний раз на хотя бы девятом лупе? Да ему некогда просто. Совсем форму потерял. Этим надо, блин, постоянно заниматься, чтобы держать форму. Так вот, почему Спарки так плохо играл. Он после своего L18 вообще перестал нормально играть. А после еще одного L18 вообще... Вся энергия ушла, вот. Вондрис там вообще... Жопка с лицом, со стрессом он... У него там все боссы таят просто. Да, Вондрис сегодня в Удаге. Нахваливаем Вондрису, чтобы он слился. Вот именно. Секретные простраты. Макзвер больше не хочет Биг Дога трогать, обниматься. Супердиск. Офу, Вондрис даже не взял. Даже не взял... На Капитану. Надо было взять Супердиск и вкачать... Вкачать Сталкер после этого. На Планте. И убить Капитана на втором лупе, чтобы побеймить. Ааа, Макзвер. Ну, блин, таким темпом он может вполне это сделать, если мог продолжить. Да. Не, ну Вондрис вполне может помереть сейчас внезапно. Ну, это всегда можно сказать в троне. Даже когда поднимаешься по коврику к трону, все равно можно сдохнуть внезапно от чего-нибудь. Вот, кстати, Вондрис, потрогал шары. Главное не сдаваться. А Макзвер уже все. Он сначала потрогал собаку, но сделал это очень осторожно. Настолько осторожно, что... Чересчур осторожно. Настолько осторожно. То есть, щипнул ее и все. И потом совершенно забыл о другой вещи, более важной, от которой он сдох. Супер Базука, ну камон. Не, Вондрис играет с Ифово. Вау, сколько выстрелов сделал Макзвер против этого ассасина. КОНЕЦ ФИЛЬМА хотел найти сс просрал триггеры сейчас бы блин просирать триггеры когда сид незнакомый кому они вообще нужны эти триггеры на капитане и так сойдет так я пять минут не сделал выписи не знаю насколько я опоздал надеюсь не намного рапчур во льде так хорошо выглядит точно там уже эти завязали новогодние зимние на стриме они не отображаются да мы рядом просто не там еще я линии рога из палочек таких я еще не видел квадро для вундера штабе не знаю на капитане квадром чего не делать будет нас бывают ланген ну токсик лук лучше чем квадро ну да больше угрома вот она остановилась потом он не толкнул потом отпустил она еще покатилась очень странно получилось поиздевался над машинкой у него всего две пули из четырех попадают капитана в стену забив я знал что можно так сделать с гипер кристаллам там с техномантером до таких на мальчика чисто визуально но капитана и так не видел еще что-то насиловали что ж wonder победил 0 3 абсолютная победа бондера в этом турнире ни разу не проиграл гг эпичного ультрафинала не будет сожалению есть что сказать сказать нечего д Minneapolis где suspense-бан Boys да блин да вот просто молчит jobs у них потому что микрофон нужно включить итак что же сеточку давайте посмотрим что пусть коля тоже зайдет тоже призвание создали пусть заходит те кто хотят сколько 16 дней этот турнир длился 15 но точнее быстро прошел приятненько здорово почти в каждый день проводили матч его только перед финалом взяли один день там еще в какой-то день был перерыв в самом начале до вначале еще было вместо из-за первых раундов там из-за somebody ну так получается за две недели нормально всего два дня было перерывы ну я просто вот реально прям хотел вчера отдохнуть ну что ж у нас тут победитель в андрис причем абсолютный то есть все его матчи были с победой он ни разу не проиграл вообще зато не все в сухую были так что еще есть на чем поработать все матчей вечерние какие-то в 3032 31 3032 ну два матча 302 мочи 32 и 131 таких вот прям вообще близких матчей было буквально несколько остальные просто по неаккуратности сливали это конечно печально я тоже сам по неаккуратности сливал некоторых матчах прям очень глупо первое место в андрис так давайте округлим фонд до 10000 так уж и быть что там у нас по 65 процентов получается 6 500 достается в андрису и 25 процентов то есть 2 500 макзору и 10 процентов тысяча достается николая и я у меня прям по таймеру я думал кто-то в микрофон это дернул меня таймер ну и там дальше совсем низкие места которые не стоит перечислять ну чё следующий турнир через полгода но этот хороший был прям на момент свежим он такой он во-первых короткий был по смене с тем не так устали сильно да и очень гладко все шо прям да да и хорошо организовано было в этот раз и матчи хорошие были моментов много осталось до были клёвые моменты такие но и вообще играть было приятно на потом турнире уставали просто сильно потому что там поскольку поняла он больше изматывал по 10 по 14 часов были первые вообще дни вообще ужас был димот надо поучаствовать дадим от надо было тебе участвовать чтобы я реванш смог чтобы сделать третий уже третий раз в обоих тренях ему сливал ну чё спасибо всем кто поддерживал особенно сметанки он вылил в фонд почти все почти весь фонд состоит из сметанки нова сыра ну и спасибо в фондерису джо и максу розах с комментирование отдельное спасибо за рестрем английского для английского комьюнити спарки вондеру и иногда фишу даже афиш то когда кстати группу он он же играл он играл потому что у него времени было мало экзамены поэтому не смог участвовать он только в тестовых там участвовал первых матчах таких фанов единственных причем я даже написал в это как в антодисе вундерис извин вон за турни и пишет ставит девчер и говорит на добро входить ну ладно турнира завершён всем спасибо макс зор ты вообще